добрый день с вами психолог коробкова наталья и я продолжаю серию видео про жертв домашнего насилия про психологию жертвы у меня эти видео уже сняты есть на моем youtube канале у меня также есть видео про то что за что пострадала регина тодоренко как бы опрометчиво значит обвинив жертв домашнего насилия в том что они сами виноваты в том что с ними происходит и это видео я это видео называется как выйти из состояния жертвы вот было много комментариев что расскажите а как перестать быть жертвой как выйти из этого состояния тема это непростая просто выйти из состояния жертвы не получится я вам скажу сразу чтобы не было каких-то вот розовых очков на эту тему смотря насколько вы в состоянии жертвы находитесь потому что степени этого тоже бывает разное например бывает что достаточно проработать какую-то одну детскую травму или пройти небольшую психотерапию то есть недолгосрочную несколько раз и человек выход потому что как бы в состоянии жертвы его ввела там какая-то ну одна конкретная ситуация вот это одна история а если человек подвергался домашнему насилию самого детства например в семье папа или мама были тираны какие-то абьюзеры садисты еще что-то и ребенок в рос просто в этой среде вот обычно такие дети я заметила такую тенденцию они выбирают два разных пути реагирования на вот такое на такую обстановку в семье вот один встает на сторону тиранов он для себя принимает решение что жертвой он быть не хочет и становится сам таким же тираном ну либо это она значит вырастая а второй ребенок наоборот он к становится жертвой как например мама да и чаще просто женщины бывают жертвами хотя есть и случай когда именно женщина тиран и своего мужа используют как бы в этой тирании она сама его заводит говорит о том что дети плохо себя вели его вот так вот заводит накручивает и заставляет его и те детей наказывать поднимать на них руку бить их ремнем вот таких случаев тоже достаточно много как где на самом деле вот этим серым кардиналом является мама а вроде как физическое насилие осуществляет папа но заводила является она да и вот один ребенок может выбрать состояние жертвы и быть всю жизнь жертвой и притягивать свою жизнь потом в дальнейшего таких тиранов виде начальника в виде друзей или виде супруга или супруги вот да а кто-то вот а второй ребенок может выбрать стать самим таким вот тираном и здесь не очень понятно как это происходит то ли какая-то генетическая предрасположенность у каждого ребенка своя то ли ребенок в каком-то возрасте встает вот да либо на сторону тирана либо на сторону жертвы то есть кто-то ему кажется ну скажем так чье-то поведение ему кажется более правильным отчета неправильно потому что бывает что ребенок осуждает мать за то что она жертва и не понимает почему она такая там тряпка и не может себя защитить или выйти из этих отношений а бывает что ребенок жалеет свою мать он ее жалеет и вот что она вот терпит ради детей или терпит и там еще ради чего-то ради какой-то материального благополучия еще что-то и вот вот это вот такая дикая внутренняя жалость к матери сохраняется у ребенка это правило этот ребенок тоже потом становится жертвой поэтому если с детства ребенка держали вот таких условиях что он стал жертвой и эту жертвенную позицию вот ее постоянно подкрепляли то здесь нужна длительная терапия психотерапия чтобы выйти из этого состояния причем человека будет периодически все равно назад туда заваливать как говорится делаем шаг вперед два назад то есть нужно будет постепенно из этого выходить этапами но первое что нужно это чтобы жертва осознал что она жертва потому что бывают ситуации зачастую когда женщина не понимает что находится в жертвенной позиции она то оправдывает свою тирана то оправдывает почему вот он сейчас на нее руку поднял то оправдывает почему он сейчас вот детей побил или еще что то то есть она находит либо мужчина ей внушает что он это сделал не просто так а за дело и она в это верит то есть и и может долго находиться в неведении что на самом деле ну какой-то вот трэш происходит в семье и она как будто бы это из-за того что она это оправдывает на это не понимает потому первое нужно осознать что вы в жертвенной позиции что вы жертва обстоятельств и вы в них находитесь хотя это не тюрьма вы можете из них выйти но вы не выходите второй этап начинаем думать значит как из этого выйти значит как из этого выйти сейчас существуют эти группы помощи значит жертвам насилия это сестры по моему называется или насилию нет и по телевизору об этом говорят и в интернете много то есть можно туда написать обратиться потому что ситуация бывает такая что вам это вопрос просто жизни и смерти что вам угрожает что вы не можете выбраться из-за своей семьи это как тюрьма и бывает да муж угрожает и говорит я там тебя вообще убью если ты сбежишь я тебя найду и вас тут в общем в лесу всех с детьми там убью и закопаю никто даже не узнает что это я и ну или еще что то то есть запугивание очень разного характера бывает вот тогда нужно обращаться если полиция помочь не может значит потому что бывают люди что и подкупают полицию и в общем ничего сделать не получается законно тогда приходится обращаться вот такие службы поддержки и вплоть до того что предоставляют даже убежище где можно спрятаться временно от этого тирана и уже потом потихоньку потихоньку не за люди в другие города и в другие страны улетают с детьми чтобы вот убежать от этого тирана то есть вот такие вот случаи поэтому вот как я уже говорил о своем видео да про регина тодоренко вот все-таки она ну как сказать она не психолог она не работала с жертвами насилия она я уверена сама не является этой жертвой потому что иначе бы она никогда такое мнение не высказала и вот мне прислали ссылку на видео где она дает интервью журналу гламур то уже и уже этот журнал специально на нее вышел и стал спрашивать а вот вы вот недавно в интервью сказали что а что ты сама сделала чтобы чтобы он тебя не бил да то есть как бы осудили жертв носили и вот это вот ведущая она пыталась ну постоянно вытянуть из нее вот этот вот объяснение ну как бы как бы она ждала что регина исправится что регина правильно ответит так как от нее ждут какого ответа но регина нет не поняла что что вот сейчас в каждую фразу которая она говорит она сильнее сильней ну как бы разрушает наоборот со свой имидж в общем делает себе плохо сильнее сильнее закапывается то есть то ей приводит статистику но ты же знаешь что вот жертв женщин там больше намного больше чем мужчин она такая нет ну вот все равно каждая вторая девушка дала пощечину своему парню еще что-то и причем это все сравнивается с изнасилованиями с убийствами расчлененкой то есть как будто бы дать пощечину и изнасиловать и избить это как будто бы на равных то есть вот она как фразы говорит но они на самом деле такие все не убедительны и они не убедительны и и получается что то я опять значит говорит но подожди вот а давай вот еще по вот вот такую статистику эти приведу а еще вот такие тебе случае расскажу но регина опять неумолимо вот она на своей волне она не слышит она не понимает что нельзя нельзя сейчас дальше продолжать она все равно продолжает защищать в этих мужчин как бы и почему-то осуждать женщину то заняла на эту позицию хотя все мы знаем все равно что эти среди тиранов больше мужчин она говорит а кто этих тиранов значит вот как бы рождает и воспитывает это же делают женщины и вот значит если у матери родился тиран значит она делала что-то что он стал тираном вот я знаю примеры реальные как психолог очень много работаю с людьми ну и вообще как бы жизнь прожила ну не знаю сколько лет регине но я намного больше чем регина прожила и уже есть определенный опыт житейский я знаю семьи где мама совершенно нормальная где мама адекватной где не было насилия не папа не бил маму не мама папу не ребенка не били а ребенок вырос тираном потому что есть такая вещь как генетика и мы не всегда знаем что генетически будет заложено в нашем ребенке вот и бывает что какие то вещи передаются через поколение через два поколения и далеко не всегда мама причина того что у нее ребенок садистом или еще что то вот и и и вот здесь это была ее ошибка она стала утверждать что ну это вот значит эти мамы виноваты давайте правильно мальчиков воспитывать вот потом то стала приводить что там примеры с изнасилованиями что она говорит мне ну подожди регина говорит ну ты хочешь что чтоб я пожалела женщин которых изнасиловали ну вот понимаете каждая фраза на себя закапывает вот ну ладно этого в общем про это видео у меня уже снято я просто что я собственно говоря хотела сказать значит первое в итоге первое это осознать что вы жертва второе посмотреть нет ли вторичных выгод что зачем вы находитесь так долго в состоянии жертвы из нее не выходите да либо это реально выученная беспомощность либо там какие-то вторичные выгоды не знаю например сбрасывание ответственности на тирана да это он во всем виноват как бы и полностью вот это сбрасывание себя ответственности что я как будто не виновата что я в этой позиции либо я либо женщина там по каким-то экономическим финансовым причинам сидит ну как бы он бьет ну там зато обеспечивает или еще что то есть вот здесь вот надо уловить то что вторичные выгоды будут мешать выйти из состояния жертвы потом надо понять если там уже мазохистический такой как это сказать но не мазохист ли уже человек потому что бывает что даже и сексуальный мазохист человек становится то есть он может возбудиться или получить оргазм только от каких-то бдсм нах вещей то есть то есть когда его вгоняет в состояние жертвы или когда ему наносит какие-то вещи или еще что-то это вообще очень сильные фиксации из этого вот тяжелее всего вылезать вот с этими сексуальными делами вот потому что если там уже есть вторичные выгоды какое-то удовольствие мазохистическое то скорее всего вы не выйти состоянии жертвы вот потом ну что еще вам обязательно понадобится помощь какого-то человека который должен вас в этом в этом пути вытаскивание из жертвенного состояния должен вас сопровождать и помогать поддерживать давать обратную связь давать адекватную оценку тому что происходит потому что жертву очень легко снова обмануть снова манипуляциями куда-то затащить снова все перевернуть черный назвать белым белый черным и все и раз человек снова запутался вот поэтому кто-то на этом пути этого человека должен поддерживать и поэтому есть вот эти вот службы поддержки где во первых такие же жертвы будут люди делятся мнениями люди помогают друг другу поддерживают и говорят что кто-то уже вылез из этого и на своем примере показывает вот смотри вот можно вот но и но самое главное естественно эта работа с родовыми сценариями работая с детскими сценариями и потихонечку потихонечку вот это вот все перерабатывать все эти сценарии менять и так только таким образом можно выбраться из состояния жертвы это и работа с внутренним ребенком и работа с значит может быть даже своим внутренним тираном который является некой тенью до теневая сторона ну в общем там очень много всего психологии как с этим работать каждому человеку индивидуальный подход индивидуальные методы с одним одно работать с другим другое работает вот и кто же я знаю случай когда даже женщина не финансово независимо мало того она еще и содержит своего мужа а он ее бьет она его всю жизнь содержит он не работает прикидываясь там что у него что-то болит то нога то рука вот и при этом он ее избивает причем там конкретно избивает то есть он может в любой неожиданный момент на ровном месте нанести удар она падает и бьется головой а батарею то есть вот такие вот случаи все это на глазах у детях и это происходит десятками лет и даже когда уже дети выросли и уже нельзя свалить на то что это ради детей я терплю такого папу она все равно выбирает оставаться с этим тираном и встречает с ними с ним старость продолжает его содержать она работает вот а он продолжает ее избивать вот это уже такой патологический случай при этом это но это сейчас конкретную ситуацию рассказываю эта женщина не хочет признавать что она живет с психически ненормальным человеком она не хочет признавать что она сама уже психически ненормальной в этой ситуации раз она столько лет всю жизнь позволяет своим телом с собой такое делать вот и как бы уже все здесь человек находится ну скорее всего уже в каком-то либо в полном действительно ощущение выученной беспомощности когда уже настолько голова не соображает настолько уже нет неадекватное восприятие действительности либо человек ну просто как бы уже в мазохизм такой впал уже получает какое-то странное болезненное такое удовольствие вот от этого состояния вот поэтому повторюсь не во всех случаях можно человека вытащить из этого из состояния жертвы потому что работа с жертв вот с человеком состоянии жертвы это как будто бы бегемота тащить из болота это вот такая работа то есть стихами заговорил ну собственно говоря все поэтому если будет желание у вас если вы чувствуете что вы находитесь состоянии жертвы и и у вас есть желание выбираться из этой ситуации можете записаться ко мне на консультацию как записаться ко мне на консультации есть в описании под этим видео всего вам доброго до свидания